Микс Ньюс Каждую среду в полдень на Радио Балком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это за кулись, то, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой На Радио Балком Хотите на концерты классической музыки? Добрый день, дорогие друзья Наконец-то можно ходить много на концерты классической музыки И сегодня будем рассказывать о концертах В основном, конечно, это органная музыка И именно органная музыка первая начала выходить из карантина Появилось много благотворительных концертов И не только Так, одними из первыми вышли Домский собор Англиканская церковь И в Англиканской церкви каждую среду в 13 часов После нашей передачи, можно сказать Можно отправиться в церковь и послушать благотворительный концерт В ход за пожертвование Также благотворительные концерты Каждую субботу в августе проводятся В старой церкви Святой Гертруды Где установлен прекрасный орган Заур А в Англиканской церкви установлен небольшой орган Английский, всего два мануала Но плюс в том, что Можно видеть музыканта Можно посмотреть, как играет органист И если играет не один органист То и с кем он выступает В принципе, увидеть органист Достаточно редкая возможность В основном все находятся на балконе Наверху Как иногда мы, органисты, шутим На небесах И вот как раз в Англиканской церкви Можно это всё исправить А сегодня у нас в гостях Органистка Илона Бергеле Здравствуйте, Илон Добрый день У Илона очень много интересных проектов Она проводит концерты В католической церкви Стоу Екоба Также замечательный фестиваль ежегодный О котором она сама расскажет сейчас Помимо этого Илона Прекрасный органист Или прекрасная органистка У нас эти эвфемизмы Очень хорошо используются И объездила, наверное, много городов в России Я помню, когда мы только познакомились Я видела, что она бывала и в Пушкине И в Туле То есть почти всё Подмосковье И захватила один из важнейших соборов в Москве На Малой Грузинской Где установлен один из самых больших органов Такая яркая концертирующая органистка Ну, Илона, рассказывайте о вашем фестивале Как он называется Сколько концертов Кто принимает участие Добрый день, дорогие слушатели Мой фестиваль – это праздник органов Так и называется мой фестиваль Праздник исторических органов Латвия – земля органов Этот фестиваль проходит уже четвёртый год И самое главное, что в этом фестивале Это то, что мы празднуем, что у нас в Латвии Есть столько много интересных, старинных, исторических органов Вот именно акцент есть на вот этих старинные органы И каждый год мы стараемся новые и новые места То есть каждый год показываете новые инструменты слушателям Да, вот именно И этот фестиваль проходит по всей Латвии Не только в одном конкретном месте И во всех регионах Ну, и там, где, например, рестаурируется Или заново родился инструмент Там мы проходим этот фестиваль Например, у нас в этом году Последний концерт будет в совсем маленьком месте Калнцеемсклыиве, Луцеранская церковь Где реставрирован инструмент Андрейса Сунаклайса И вот, ну, мы празднуем То есть это латвийский орган латвийского мастера Это именно этот орган, да И этот инструмент единственный от этого мастера Который сохранился в оригинальном Когда он был построен, примерно? Он был построен В 19 веке или в 20 уже? Уже в 20 Уже в 20-м начале, да? Да, в начале В 20-м Очень интересный, красивый звучащий инструмент Сколько мануалов, сколько регистров? Два мануала, пневматический инструмент Регистров там немного До 20-ти, но вот такой... Ну, замечательно Наверное, и место тоже небольшое Если небольшой орган двухмануальный И около 20 регистров Наверное, церковь тоже небольшая Небольшая, да Но у нашего фестиваля не обязательно самый большой инструмент Но исторический и... Имеющий большую ценность Да, имеющий большую ценность На самом деле, Илона, ваш фестиваль может быть, наверное, на долгие-долгие годы Потому что в Латвии около 300 органов И они же все исторические Даже больше Даже больше Потому что только сейчас какие-то вот церкви, которые не могут построить орган Действительно, это построить орган Это равносильно, как построить церковь фактически Это действительно дорогостоящие мероприятия И многие идут на большой компромисс Ставят электронные, дигитальные органы И, кстати, вот дигитальный орган недавно можно было услышать в Юрмале Когда, наверное, самая известная латвийская органистка Вита Абкулна Исполняла мозг современных исполнителей на рассвете во вторник И вот, ну, мне кажется, все-таки электронный орган – это большой компромисс Когда в Латвии, только, слушатели, представьте 300-300 органов На всю огромную Россию насчитывается около 100 И там медленно-медленно, хотя богатейшая страна Ну, по-моему, исторических инструментов там только 10 осталось Мне кажется, все-таки побольше, чем 10 Да, вот, но, конечно, не сравнится с Латвией Да, потому что здесь органная культура, мне кажется, на такой высоте И, наверное, даже немногие страны Европы похвастаются Вот таким обилием именно исторических инструментов Ведь почти Германия и Франция, Италия, они потом претерпели Всевозможные реконструкции Органы перестраивали, делали современными Да, именно И потеряли именно вот этот факт исторического органа И, кстати, именно благодаря органистам мы обязаны сохранению многих инструментов Например, в церкви Стоу Павла установлен орган Валькер И Ати Степенш, она непокойная Он приложил все усилия для того, чтобы внести этот орган в реестр исторических памятников Потому что не все ценят инструменты и могут оценить по достоинству Какие у вас еще инструменты задействованы в фестивале Илун? У нас на этом году шесть концертов Уже какие-то прошли? Два уже были, да Открытие было в Цесвене, Лутеранской церкви Какой там орган? Там орган Аугуста Мартина Он родился в Германии, но переехал в Латвию в свое время В 1800-х годах И остался тут жить И построил примерно 70 инструментов А сколько сохранилось примерно? Сохранилось, по-моему, 19 где-то Но это тоже очень важно Потому что этот мастер, очень-очень хороший мастер был в свое время И один из лучших в то время, который работал в Латвии именно И вот этот инструмент Цесвене родился, можно так сказать, в 1854 году И вот открытие играл наш домский органист Айгар Срейль с виолончелистом Иваром Беспрозвановым Второй концерт был в Риге Тоже инструмент Аугуста Мартина В новой церкви Святой Гертруде Там уже вы играли? Да, я играла вместе с скрипачкой Павлой Шуманой А вот расскажите об этом органе У него ведь интересная история Да, этот инструмент был построен для старой Святой Гертруды изначально И его перевезли потом на новую Гертруду Когда построили в то время новый инструмент Зауэра Да И этот инструмент интересен тем, что он самый старинный, играющий инструмент в Риге Даже старее, чем в Домском соборе Но он не в очень хорошем состоянии, да? Вполне нормальном состоянии Можно сказать, даже очень хорошо играет Но ему не хватает несколько регистров, которые должны быть Да, у него должны быть 31 регистры, но у него сейчас пока всего 22 Но мастер Вестур Силсумс очень работает, чтобы... Занимается реставрацией Занимается реставрацией, да Но то, что звучит, то есть и... Замечательно, да? Да, хорошо Можно... Я, например, играла от Баха до латышских композиторов В принципе, все можно сыграть И очень-очень хорошая акустика Я сама была очень удивлена, потому что никогда, вот до сих пор не играла на этом инструменте Он почти не звучит, то есть, наверное, на богослужениях только можно услышать Да, там нету такой концертной деятельности Там есть, конечно, концерты, там на праздники, да? Но таких регулярных концертов нету Но, может быть, есть действительно... Ну, вот этот... Потому что нету полного звучания, да? Да, но несмотря на то, что только 22 регистра, он очень-очень хорошо звучит И акустически прекрасно Он... Очень красивые регистры, там тоже... Какая там фирма? Аугуст Мартин, тот же самый Аугуст Мартин, да Но некоторые регистры там построил Валкер А, вот как интересно Да Ну, мне очень понравился этот инструмент Какой у вас третий концерт в фестивале уже, который предстоит? То есть, два концерта прошло, как раз в Цесвойной и в Новой Гертруде И вот третий концерт, который слушатели уже могут приобщиться к историческим органам Третий концерт будет довольно далеко от Риги Единственный концерт в Латгалии, в Роговке Там очень прекрасный Хериберто Колбес инструмент Который построен в 1939 году Но этот инструмент реставрировали в 2018 году Алвис Мелбардис Он полностью в очень хорошем состоянии И эта церковь как собор, да Там очень прекрасная акустика и ощущение там играть фантастично Там большой орган или тоже камерный? Небольшой, но звучание там очень-очень такое мощное Иногда бывает так, что инструмент может быть по регистрам, да По этим тембрам не такой большой, да Но все равно звучит очень-очень так Полно-ярко Да, и кто будет выступать? Какого числа концерт? Концерт будет 2 августа Буду играть я вместе со своей коллегой Дианой Яунземой А, вы обе из Латгалии, собственно, Галии? А где вы родились? Я родилась в Мадонне Жила в Бараклянах А Диана родилась в Балвы Да, и вообще, если посмотреть на органистов, то, наверное, процентов 70 из Латгалии То есть такая органная родина на самом деле, да То есть настолько это близко оказалось, такой инструмент, потому что, ну, кого не возьми И Лариса Царькова, Йоанта Баринская Почти все концертирующие органисты Да, есть еще и Дигна Маркула, Илва Лэмпа есть Да, они все из Латгалии И Ива Тапка, она из Розы Словно говоря, тоже, да Удивительное дело И какая программа будет 2 августа? Мы будем играть в органном дуэте Рига органом дуо У нас Сложившиеся дуэты, уже известные Да, уже почти 8 лет мы играем вместе И мы будем исполнять И всякую популярную музыку И оригинальную музыку именно для органного дуэта Да, будет и безе, переложение Свита Орлезянка Орлезянка Да, Орлезянка Будет и Денис Бедар Интересно как Да, это оригинальная музыка для органного дуэта Будет тоже произведение, которое посвященное нам Именно, которое написано для нашего дуэта В прошлом году была премьера в Домском соборе Композитор Агнеса Бойтмана Она живет в Италии Она написала для нас пьесу «Вен и Лумен» И мы посвятили тоже вот эту программу И назвали так «Вен и Лумен» Потому что это произведение Да, это концерт Илона Бергеля рассказывает О фестивале «Исторические органы» И именно этот концерт, где будет выступать орган до Илона Бергеля и Диана Яунзема-Портная Состоится в Роговке 2 августа, начало концерта Начало в 14.00 То есть, дорогие друзья, мне кажется, очень интересный повод И посмотреть, где находится Роговка И съездить туда, послушать исторический орган И насладиться прекрасным дуэтом Я бы хотела еще немного рассказать о концертах Уже в Риге Хотя не совсем в Риге В Яунпилсе 30 июля В 20.00 будет интересная программа Без света Без электриба Без электрибас Группа «Да Гамбо» и музыканты Вальтер Пуцци, виолончелист И Дайнис Теннис Фортепиано Исполонят программу Ну, как написано, шедевр классической музыки На самом деле, мне кажется, очень интересный проект И сейчас стало достаточно модно Делать без света При свечах Я вам расскажу еще немножко позже О другом концерте при свечах Который состоится уже в Риге Также 30 июля в Дзинтере Концерт – это Юрмальский фестиваль Раймонд Пауз И музыка, кино Это, наверное, самая любимая программа Всех слушателей Очень интересная, яркая, узнаваемая Исполнители Раймонд Пауз Маэстро за фортепиано Биг-бенд Латвии Латвийского хора И синфониетта Рига Струнная группа Камерного оркестра 31 июля Продолжение фестиваля В Домском соборе Органном фестивале И будет представлена музыка Англии Выступает Айгарс Рейнис Орган И Академический хор Латвия Дирижер Марис Сирмайс В программе Музыка Английских композиторов Которые Очень редко исполняются В наше время Это Джон Макмиллан Джон Тавенерс И Джон Раттерс Все Джоны Наверное Известные Нам Англия больше известна Композитором Пюрселом Представителем Эпохи барокко Затем Немного Элгаром И всем кажется Что в Англии Больше никогда Никто не писал Но тем не менее Чтобы познакомиться С этой музыкой Можно Приехать Патин На концерт В Домском соборе 31 июля В 19.00 И именно На этот концерт Мы разыграем билет После Небольшой рекламной паузы Не отключайтесь от нас Оставайтесь с нами Дорогие друзья Продолжаем передачу Культурная среда С вами я Елена Привалова И у нас в гостях Замечательная органистка Илона Биргеля Организатор фестиваля Исторические органы Об органах Мы также будем Рассказывать Немножко позднее Сейчас Разыгрываем билеты На концерт 31 июля В Домском соборе Продолжение Органного фестиваля Выступает Айгар Срейс Орган Академический хор Латвия Дирижер Марис Сирманис И в программе Музыка Английских композиторов Первый Кто дозвонится По нашему телефону 672-12-939 Или 672-13-939 Достанутся два билета На этот концерт Который состоится В эту пятницу Звоните Дорогие друзья А вот Илона Сказала Что в Латвии Установлено Достаточно Большое количество Органов Привезенных Из Англии Да Мой профессор Талвалдис Декснес У него там были Связи В Англии И он Очень много Инструментов Ну С его помощью Эти инструменты Привезены В Латвии Там В тех терпях Где Ну Нету Инструмента И Там Где нет Возможности Восстановить Там Сейчас Английские инструменты Та же самая Англиканская церковь Сейчас Секундочку У нас есть звонок Алло Здравствуйте Алло Здравствуйте Алло Да Радио Болтком Вы желаете Пойти на концерт Органной музыки Да Да конечно Добрый день Добрый день Прекрасно Запишите пожалуйста Телефон И после эфира Перезвоните И я вам сообщу Как забрать ваши билеты Да Секундочку Пишу 220 220 929 929 00 00 Представьтесь пожалуйста еще Скажите как вас зовут Александр Александр Очень приятно Пойдете на замечательный концерт Всего доброго До свидания Всего доброго Извините Илона И значит В англиканской церкви У нас установлен Такой орган Да В Юрмале Трехмануальный английский Это в Дубуты Да В Дубуты Тогда в Огре В Саукрасе Есть И даже в Латгали Очень прекрасный Трехмануальный инструмент В Карсове Как интересно В католическом церкви Очень прекрасный проспект Вот Это вам идея Для следующего Вашего проекта Да То есть Когда Объездите все исторические органы Придумать новую идею Рассказывайте А какой у вас Следующий концерт Вашего фестиваля Исторические органы Следующий концерт Будет Вугалы Вугал Лутеранская церковь Там Самый старинный Инструмент В Латвии Этот инструмент Родился В 1701 году Это уникальный Инструмент Не только В контексте Латвии Но и в Европе И даже в мире Там Этот инструмент Барочный И звучание Это просто Уникальное И там Будет старинную музыку Играть Профессор Лариса Булова Она будет играть Баха Буксты Худы Бэма Будет очень Очень интересный Концерт Да Действительно Это орган Помимо того Что В нем Интересное звучание Это Образец Барочного Архитектор Строения Архитектурного Строения Многочисленная Позолота Ангелочки Купидоны Это Просто фантастические Инструменты И конечно Если бы Этот инструмент Находился бы Немного ближе К Риге Он бы звучал Конечно чаще Но Сподвижник Органный мастер Янис Напомните У меня фамилию Янис Калнынч Он из семейства Музыкантов Его отец Был композитором И скрипач И Янис Такой сподвижник Он во-первых И следит За этим инструментом Он органный Строитель И органный Мастер То есть Такое Создает Вокруг себя Среду И Иногда Ну Не часто Все-таки Проводят В летние Периоды Концерты В церкви Вугалы Он еще Помимо этого Пастор В этой церкви То есть Все Наверное Даже не три в одном Наверное Десять в одном Инструмент В прекрасном состоянии И Это Действительно Шедевр Орган Строения В угол Наверное Можно добраться Только на машине Да Илон? Можно и на автобусе Там есть Автобус Рига Вэнспилс Ну конечно На этом инструменте Играть нелегко Очень сложно Там надо Привыкнуть Надо Ехать Хотя бы день Раньше Ну вообще К каждому Инструменту На самом деле Даже в англиканской Церкви Казалось бы Орган Простой Но тем не менее Настолько сложные Трактуры И педаль Неудобная Что каждому Инструменту Сходу Невозможно сыграть У нас только Единственный инструмент Где можно сыграть Сходу Как это не смешно Да Это я конечно Сейчас Иронизирую Это Орган Домского Собора Потому что нам Органистам Перед концертом Пиккола Не дают Репетиции Предполагая Что мы играем Тот репертуар Который уже играли На больших концертах И концерты Пиккола Мы играем Как знаете Из огня до в полымя Потому что Ты приходишь И сразу Садишься за этот Один из сложнейших Инструментов Чтобы исполнить Не самые простые Произведения Потому что Действительно Нужно показать Все возможности Этого Богатейшего инструмента С других стран Очень удивляются Как мы так можем Тут в Латвии Так сразу присесть И сыграть Да Сыграть на 25 минут И при этом Айгар Срейнис Музыкальный директор Домского собора Художественный руководитель Он как раз стремится Сделать программы Популярными И выступает С большой просьбой Ко всем нам Органистам Чтобы мы сделали Такие яркие Интересные программы На 20 минут Чтобы любой Пришедший в Домский собор Впервые в жизни Турист Рижанин Или Житель Латвии Они сразу Влюбились в этот инструмент Захотели сразу Еще ходить На концерты Органной музыки А не думать Что действительно Что-то сложное Умозрительное Орган может быть Как очень сложным Инструментом Но так и поразить Своей грандиозностью Но и Бывают такие регистры Которые Едва-едва слышим И это конечно Уже тонкость Каждого органиста Ну конечно Скажем так Что вот в Домском соборе И в уголе Там совершенно Другая техника Совершенно Другое прикосновение К инструменту Совершенно Другая педаль Там Ну Органист Это Это Наша профессия Вот В том и Не сложна И заключается То что нам надо Адаптироваться Очень быстро Приспособиться К другому инструменту Да Ну вот кстати Если Мы почти всегда Играем с ассистентами И В Домском соборе Ассистент Должен быть Если это девушка Настоящая валькирия Она должна летать С одного конца Пульта К другому Для того чтобы Вовремя включить Регистры 126 регистров А в Домском Соборе В уголе Органист Должен отличаться Наверное Крупным телосложением Потому что Достать Педали Крайние ноты До и ре Это нужно иметь Достаточно длинные ноги Или пересаживаться Или пересаживаться Каждый раз двигаться Вот Когда я впервые Сел за этот инструмент Я Я не Каланчик раз спросила А посмотрела Говорит А хорошо Достанешь Посмотрела на рост Действительно Потому что Хрупким Девушкам Очень сложно играть На этом инструменте Но в угол Еще нужен Ассистент С Сильный Грубой Мужской силой Потому что Там регистры Это Большие Железные вентили Которые нужно С очень большой силой Вытягивать Особенно Такой регистр Который есть Только в органе Это Пазаун Если все остальные Инструменты Все остальные регистры Они как бы Имитируют Тембры Других инструментов Флейта Виола Мне лично Приходилось Еще ногой Опираться Для того Чтобы Прибавить Силы Вот такой Замечательный Инструмент Можно послушать Какого числа С 7 августа В 19 часов Вечером Я уже Была На Латвийском Радио 3 И там Мы были вместе С Ларисой Буловой Органисткой И она Спрашивала Смогу я Что ей Ассистировать Может быть Яна Скалнынч Я сказала Что я тоже Там буду Что я смогу Помочь Она обрадовалась Очень хорошо Она сказала Очень хорошо Что Может быть Надо будет Два ассистента В одном И во втором месте По двух сторонах Я сказала Что там Даже четверо сторон Потому что Две стороны На правой На левой стороне И за спиной Еще Помнишь Да-да-да За спиной То же самое Уникальные инструменты 7 августа В уголы Можно послушать Я еще хочу сказать Извиняюсь Перепивая Но Очень важный момент Что В Роговку И в уголы Поедет автобус Первый год На этом фестивале У нас есть Очень хорошее Сотрудничество С Агентством Путешествия Импро И мы Организуем Автобусы Именно Из Риги Из Риги Люди могут Звонить В агентство И Может быть Ты знаешь Это телефон Сразу По которому Они могут Позвонить Сразу Не могу Сказать То есть Получается Агентство Импро Импро Да То есть Это концерты Можно набрать Еще исторические органы Фестиваль Исторических органов Ну если что Дорогие друзья Звоните мне Я вас ориентирую Так 31 июля У нас Немножко возвращаемся Из августа Закончим июль В романтических В романтических концертах При свечах Англиканская церковь Это будет мой концерт Начало в 20.00 Буду выступать С гитаристом Владимиром Кудрином Мы эту программу Сыграли В предыдущую пятницу Сделали два концерта Вечерних И почти ночной Один был в 21.00 Другой в 22.30 Нам настолько понравилась Самая программа Что мы решили Еще раз повторить Уже в эту пятницу 31 июля В программе Произведения Для органы Это Виртуозные Такаты Шарли Мария Видора Леона Бюльмана Очень интересная Транскрипция Русского композитора Сергея Рахманинова Для органы И еще Пасакалия Йозефа Райнбергера Которая показывает Все возможности Инструмента Начиная от тишайших Регистров До его полного Грандиозного Звучания А с гитарой Мы сыграем Концерт Антонио Вивальди До мажор Изначально написано Для мандолина С оркестром А прозвучит версия Для гитары С органом Также будет Бекерини Фанданго Такая зажигательная Испанская музыка Очень лиричная Пьеса Которая Написано даже Исполнять С большой Любовью Это адажа Для Антонио Вивальди Российского Композитора Елены Попляновой Действительно написано Медленно С очень большим В Домском соборе В Домском соборе В 19.00 Оркестр Рига Дирижер Гонтис Кузьма Органистка Лейна Андретта Калнцема И еще Также будет Солистка Эвиа Мартинсоне А вот Лейна Андретта Калнцема Исполнит концерты Иоганн Себастьяна Бах Ре-минор Для органа С оркестром И в программе Как я уже сказала Самый известный Композитор Бах Бетховен И Брамс Это 4 августа Также 4 августа Концерт В Юрмале В 20 часов 20 минут Выступает Александр Антоненко И Ренни Заринч В репертуаре Арии Рихарда Штрауса Рихарда Вагнера И другие произведения Для Антоненко У нас бас Или тенор Александра Антоненко Я думаю Я вот забыла Дорогие друзья Ну в общем Как раз стоит Сходить и послушать В 20 часов 20 минут Это вторник 4 августа В Дзинтаре 5 августа В концертном зале Артиссимо У Инны Давыдовой У нее очень Прекрасная Неформальная Обстановка Где после концерта Можно Выпить Бокальчик вина Пообщаться С исполнителями И Поделить Своими впечатлениями Это На самом деле Такая очень Отличная Салонная Атмосфера Но салонная В лучшем смысле Этого слова Не то что мы привыкли Салон парикмахерской Салон автомобилей А салонная музыка 19 века Когда были В знатных домах Собирались Собиралась Приличная Аудитория И Наслаждалась Прекрасной Музыкой Вот выступать Будет Рихард Залепа И Также будет Это Маримба И еще Будет Пианист Рихард И Раймонд Петрауски Фортепиано Вот такая программа И В конце Нашей передачи Еще раз скажем О фестивале Исторические органы В гостях у нас Илона Бергеле Мы рассказали Уже о четырех концертах Да Подходим К пятому Пятый концерт В Сессово Это Вземгало Там Тоже Инструмент Аугуста Мартина Как-то Ну вот Получилось Что у нас Целых три инструмента Да Ну Обычно так не бывает Но на сей раз Так получилось Потому что Очень хотелось Включить И этот инструмент Потому что У него 160 лет В этом году Фантастика Да Ну очень хотелось И инструмент Прекрасный 25 регистров Но Звучание Как я уже говорила Тоже очень Мощное Красивое Яркое Вообще У Аугуста Мартина Инструментов Такое Звучание Несмотря Что там Один или два Регистра Они очень Звучные Там Будет выступать Моя Коллега Органистка Диана Яунзем С Изумительным Сопрано Виктория Пакалнец И там Они будут Играть И Йохана Себастьяна Баха Генде Каргелерт Пучини И латышские Композиторы Замечательная Программа Да И В конце Заключительный Концерт Буду играть Я Тоже Сопрано Илза Гревела Скарайна И скрипачкой Паулой Шуманой Ты спрашивала Вот Этот инструмент Построен В 1934 году И Ну вот После реставрата Этот Инструмент Опять Возродится И Будет Очень красивый Концерт Там Будет Звучать Тоже Яхан Себастьян Бах И Очень много Латышской Музыки Потому что Это Ну Латышский Органостроитель И Там Даже Будет Премьера Композитор Андрей Селицкий Написал Для Меня И Скрипачки Паула Шумана Произведение Гимн Крижины А что Крижина Крижина Это Дом Владгалии Где Композитор Композитора Предки Жили И он Хотел Про свою Родину Про свою Написать Пьесу Понятно Дорогие Друзья Это фестиваль Исторические Органы И В Роговку И в Цеси И в Угалы Будет организован Транспорт Автобус Откуда он Кстати будет Отправляться Илон Автостанции Автостанции Да Можно Это будет Агентство Импро Перед этим Надо связаться С ними Конечно Заранее Это все Организовать И Как раз Наверное Вы можете Позвонить На мой телефон 220 9 29 00 А Илон Мне уже Скажет телефон И я вам Расскажу Этот телефон Чтобы можно Было Поехать На Импро Конечно Они Постарались Они даже Целый тур Сделали Не только На концерт Но там Надо запланировать Целый день Да Симфония цветов В угол Там будет Там будет Посещение музеев Там будет Интересно И вечером Концерт Где будет Ну музыка И даже Небольшая лекция Которую будет Говорить Мастер Органстроитель Ильяна Скаллендж И после концерта Все дружно Могут Зайти на небеса Как ты сказала И посмотреть И Как Как выглядит Этот инструмент И мы Подемонстрироваем Даже Как это все Друзья Нельзя пропустить Значит В угол Какого числа В угол 7 августа И в Роговке 2 августа 2 августа Агентство Импро Илона Какой самый любимый Орган То есть Учитывая Ты наверное Почти на всех органах В Латвии играла Нет Это невозможно Ну почему За несколько лет Ну Много Конечно Мне это так захватило Уже Не знаю 8 лет Наверное Назад Когда я Начала сотрудничать Вот именно С этим Агентством Импро Они меня пригласили Вместе С историком Робертсом Кипуром Поехать И Ну Подемонстрировать Инструменты В церквях Латвийской Да И это Мне было Такое приключение Каждый раз В другом месте И каждый раз Надо было Сразу Сыграть Без репетиции А Фантастика И Перед этим Мне надо было Подготавливаться Чтобы Ну Знать Что сказать Людям И мне Это было Самой Очень-очень Интересно Потому что Я Не объезжала Так много И не знала Даже И когда я Вижу Что там Где-то Там Церковь И три дома И в этой церкви Уникальный Исторически Интересный Инструмент Я думала Что надо Как-то Это все Показать Уже Широкая Аудитория Не только Чтобы органисты Не так Просто Подемонстрировать Немножко Но и Целый концерт Что можно Высококачественную Музыку Играть Так и Родилась Вот эта Идея Про Праздник Исторический Инструмент Какой орган Самый Любимый Ну Я конечно Сейчас буду Пересчитывать Те инструменты Которые Все органисты Говорят Домский Забор Лепая Уголы Конечно Но мне Очень-очень Нравятся И такие Небольшие Инструменты Но очень Красочные Тембрально Тембрально Интересные Например В Кулдыга Святой Катриной Церкви Там Заор Инструмент Уникальный Или Велэна Там тоже Заор Многие Органисты Которые Из других Стран Приезжают Они В восторге В том Что В маленьких Деревнях У нас Такие Уникальные Инструменты Находятся Действительно Это Латвийское Достояние Здорово Что Многие Инструменты В прекрасном Состоянии Но вот Кстати Илона Я не помню В том Году Или В прошлом Году Устраивала Органный Марафон В Домском Соборе Сбор Средств На Реконструкцию Тоже Уникального Инструмента В Лейпай Да Но там 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 Такая Ну там Конечно Этот инструмент Уникальный Валкер Да Четырехмануальный И вообще Лепай Очень богат Инструментами Да Там Не только В Святой Троице Инструмент Но там И в католической Церкви Да Эмила Мартина Исторический Инструмент И вот Святой Анны Там Нужно Очень Очень Много Средств Чтобы Его Возобновить И Приходу Это Ну Не по силам Это не по силам Там Надо Помощь Со стороны Государства Или Может быть Есть Какие-то Спонсоры Которые Могут Отозваться Потому что Этот инструмент Действительно Уникальный Он вообще Не звучит Сейчас В принципе Не звучит Не звучит Там Слишком Много Проблем Но Он Уникальный Тем Что У него Есть Я могу На латышском Назвать Талскан Но я Не могу На русском Что Звучание Звучит Из потолка На алтаре Это Интересно Да Это через потолок Звук Уходит И Там Есть Такой Люк На алтаре И Вот Орган Звучит Именно Над головой Пастыра Ну Надеюсь Что Все Так Удастся Органисты Опять Устроить Какую-нибудь Масштабную Акцию И потихонечку Будут Собирать Деньги Конечно Да Спасибо Всем Тем Органистам Там Участвовали Это был Второй Праздник Исторических Органов И там Участвовали 29 Органистов И Лена Спасибо большое Это было Очень хорошо Да Действительно У нас в гостях Илона Виргеля Рассказывала О фестивале Исторические Органы В Латвии И Дорогие друзья Хотите на концерты Классической музыки В Домском соборе В 12 часов Концерты Пикало В Англиканской церкви Каждую среду В 13.00 Концерты В старой Гертруде Органистка Кристина Адамайте Которая придет К нам в гости В следующую среду Концерты Также благотворительные И Конечно Приглашаю На свой концерт 31.00 В 20.00 В Англиканской церкви Концерт При свечах Я буду выступать Вместе С Владимиром Кудриным Такое Изобилие Программы И в Юрмуле И в Риге И во многих-многих городах Латвии И конечно Это замечательный Проект Исторический инструмент Который Можно И нужно Посетить Я хочу Прибавить Спасибо Государственному Культурному фонду Благодаря этому Все концерты Все шесть концертов В рамках Этого фестиваля На пожертвования Без Билетов Да То есть Сами концерты Бесплатные А вот на автобусе Добраться То конечно Там это какая-то Отдельная История Которую нужно Выяснять С агентством Но может Получиться Очень яркий Культурный праздник Благодарю вас Дорогие друзья За вашего внимания До новых встреч До свидания Спасибо вам До новых встреч